Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим о вещах, достаточно глобальных, выходящих, в общем-то, за границы нашего любимого района. Мы поговорим о Московской области, а именно о премии губернатора Андрея Воробьева под названием «Наша Подмосковья». Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, постараемся вместе со всем разобраться. Итак, в наших гостях сегодня участники этой премии и общественники нашего района Елена Викторовна Грибкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Елена Викторовна председатель комиссии по культуре, спорту и туризму, а также Галина Васильевна Рязанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Победитель конкурса, можем поздравить, а также эксперт-консультант общественной палаты. Ну, насколько мне известно, все вы принимали участие в данной премии, получили, в общем-то, награду, так что в первую очередь, повторюсь, да, победили. Повторюсь, поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Благодарю. Я думаю, что, ну, очевидно, что это победа, это признание, в общем-то, действительно заслуг ваших инициатив, каких-то проектов и так далее. Но давайте для людей, которые, в общем, не в курсе, да, что это вообще за наше Подмосковье такое, в двух словах, что это за премия, да, кроме того, что ее организовал наш губернатор. Считается ли она вообще ценной? Если да, то почему? Да, дадим небольшую информацию для тех граждан нашего Одинцовского района, кто еще не знает или мало слышал об этом замечательном конкурсе. Премия «Наша Подмосковье» учреждена губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьем в 2013 году. В этом году, получается, третий раз она проводится и присуждается в целях поощрения социальной активности и проявления гражданской позиции граждан за реализованные и реализуемые в настоящее время проекты по Московской области. Очень ценен этот проект тем, что он объединяет огромное количество граждан с активной жизненной позицией. В этом году конкурс на сыскание премии «Наша Подмосковья» проходил с 15 мая по 4 ноября в несколько этапов. Первый этап – это был прием заявок, второй – оценка проектов, ну и, естественно, награждение. Число победителей в этом году, вот тоже хочется особенно сказать, было 1945 человек. Ну, это символично, да, у нас такой юбилей, был 70-летие. То есть наш губернатор именно такую дату решил сделать в связи с 70-летием победы. Обозначить, обозначить. И призовой фонд составил 180 миллионов рублей. Всего в этом году было 10 номинаций. Но самое одно особенное, о котором хочется сказать, это по просьбе ветеранов Подмосковья в честь 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне была учреждена номинация «Спасибо деду за победу», которая определяла и больше всего победителей, где-то 226 человек, да, должны были победители в этой номинации. Ну, то есть получается, что, в общем-то, не оправдалось то, о чем многие, в общем, говорили, и о чем многие так боялись, да, что это произойдет, что люди, в общем, отметят 70 лет и забудут, да. Нет, это продолжается, в общем-то, отношения демонстрируются в этом плане. Да, очень много интересных проектов, и вот они нашли. Да, наша комиссия тоже заняла по квадропробегу, я думаю, Лена нам сейчас расскажет. То есть мы проводили, и целая передача была. Действительно, сейчас поговорим об этом. Сперва давайте примем звоночек от нашего телезрителя. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Нина Ивановна, я проживаю в Северной 4, Одинцово. У нас, мы жители вас просим, у нас дорожка тротуарная с улицы Северная к нашему дому. Вообще вся разбита, развалена, и такие дырки, что по ней ходить нельзя. Мы уже пять лет бьемся, чтобы звоним, звоним везде, и писали. Но нам говорят, что то кошки нет, то денег нет. Помогите нам, пожалуйста. А кому звонили, Нина Ивановна, у вас управляющая компания какая? Ой, я даже не знаю, какая. Мы звонили, вот наша ЖО-10, и все, вот туда звонили. Ну, говорят, кошки нету, денег нету. Здесь есть ответ. Понятная ситуация. Нина Ивановна, смотрите, это, конечно, не тема сегодняшнего прям эфира, но мы сегодня принимаем, как и всегда, любые звонки, в том числе по вопросам ЖКХ. Уверена комиссия по ЖКХ с огромным интересом примет это заявление, приедет наверняка к вам на ваш объект и посмотрит. Действительно, с таким вопросом, я уверен, им будет очень интересно позаниматься. Спасибо большое за ваш звонок. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что наш телефон 508-86-84. Сегодня мы говорим о губернаторской премии «Наша Подмосковья». Однако, если у вас есть любой вопрос по любой теме, любое предложение, звоните, не стесняйтесь, мы принимаем любые звонки, передаем их в общественную палату по тем комиссиям, которые занимаются непосредственно этим вопросом. А сегодня у нас в гостях комиссия, которая занимается спортом, культурой и туризмом. Звоните 508-86-84. Ну что ж, давайте вернемся к нашему основному сегодняшнему топику разговора. Итак, премия «Наша Подмосковья». Действительно, очень большое количество победителей, 1945, большое количество участников. И вы говорили о 10 номинациях, да? Да. Каких это номинациях? Ну, наверное, всем они известны. Новые возможности, доброе сердце, наследие Подмосковья, творческое Подмосковье, гражданский диалог, активное Подмосковье, облик Подмосковья, экология, больше, чем профессии. Вот новая как бы номинация «Спасибо деду за победу». Ну, некоторые номинации достаточно понятны по названию, о чем, а некоторые вот не вполне. Можете вот расшифровать и так обозначить. Какие сферы вообще жизни у нас социальные были затронуты участниками данной премии? Ну, вот «Доброе сердце», например, да, это, наверное, волонтерская какая-то работа, работа с особенными детками, с людьми с ограниченными возможностями, да, это вот эти вот проекты. Творческое Подмосковье, да, это наша культура, нашего Одинцовского района подавали проекты. Вот, экология Подмосковья тоже очень актуальна, потому что, вот мы можем сказать, что у нас из общественной палаты четыре человека победили именно в этой номинации «Экология Подмосковья», потому что это, конечно, актуальная тема, да, чистота нашего района и вообще Подмосковья. То есть, фактически, получается, по всем, да, номинациям действительно было большое количество. Да, охвачены все сферы. Не было никаких там провисающих номинаций, которые действительно оказались в чем-то невостребованной, в любом случае. Да нет, Святослав, мне кажется, это настолько все продумано, вот эта премия замечательная. И, вы знаете, мне хочется очень сказать, что наши творческие неравнодушные жители Одинцовского района в этом году приняли активнейшее участие в этой премии. Было отправлено рекордное количество заявок, 1877. От нашего района? Да, именно от нашего Одинцовского района. И заняли второе место. Да, среди муниципальных образований Московской области мы заняли второе место, это после Химок. То есть, есть еще куда спешить, но уже... Но что самое важное, по качеству проектов наш Одинцовский район занял первое место. А что вы имеете в виду по качеству? У нас 97 по качеству проектов. По качеству, да. То есть, по количеству победителей вы имеете в виду? По количеству победителей, да, у нас 97 победителей. То есть, у нас имеется еще один звоночек, давайте после этого продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Васильевна. Я, конечно, рада премии, когда люди получают, но вот когда стоишь на нашей вокзальной площади, я уже не знаю, просто даже вот сегодня мне уже честно не выдержало. Такая грязь, такая грязь. И кто виновник? Наши микроавтобусы, автобусы пьют кофе, бросают, бутылочки с под воды бросают, пакетики. И никто не убирает. Вот я уже хожу, ну, часто на рынок, и мы стояли, что не возмущались в очереди, но как так запустили нашу площадь привокзальную, казалось, лицо. Люди приезжают, смотрят на наш город при въезде, и мне даже стыдно было. Ну, кто-то же должен когда-то убирать. Что случилось с нашим городом? А вы это именно сегодня увидели? Да какой сегодня? Я уже каждый день туда езжу, и месяц уже как к тому не убирается там. Когда дождь начинает идти, все это вплывет. Бутылки размятые, притом колесами. Вот эти баночки, вернее, потом эти чашечки с под кофе. Все это размято, все это... Вода льется, дождь, это все всплывает. Потом, видно, ветром все это разнесет по углам, по бордюру привьет. И вот мы сегодня стоялись так, возмущались, куда смотрят ли... Я не знаю, рынок там такой богатый, ну неужели там нельзя найти дворника? Людмила Васильевна, а такая ситуация, она как-то складывается ближе, может быть, к вечеру, когда... Ну понятно, что люди же не могут убираться в сутки. Прямо с утра, да? То есть всегда там... Нет, 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 это не вечеру. То есть создается впечатление, что это неубираемый мусор, да? То есть оставшийся с пружины... Да, да, или он с этих контейнеров разносится у них. Ну что же, да, действительно, действительно, Людмила Васильевна, спасибо большое, что позвонили. Я сама лично видела, как человек попил кофе, кофе попил, и тут же с автолайнником маленького этого бросил на землю. Ну я с вами соглашусь в том, что действительно, в общем-то, вокзальная площадь, это лицо нашего города, потому что, ну, действительно, тысячи людей ежедневно приезжают в Одинцово через, естественно, по железным путям, на электричках, на поездах, так что спасибо большое за это заявление. Мы приняли звоночек. Насколько мне известно, общественная палата, в общем-то, достаточно даже по опыту. Наша с вами работа часто устраивает рейды, да, да. И такой, в общем-то, опыт, такой работы, оно достаточно привносит свои плоды. Ну это, наверное, нужно выходить на железнодорожников, я думаю. Ну мы передадим, наверное, опять, или в экологию, на миссию. Либо в экологию, скорее всего. Они уже там, я думаю, на месте разберутся. Может быть, какая-то межкомиссионная коллегия будет создана. Действительно, наши общественники выйдут на место и действительно посмотрят, откуда берется этот неприятный инцидент с мусором. Ну, действительно, да. Мусор это как раз-таки то, что всегда бросается в глаза. И, в общем-то, то, что, наверное, в первую очередь-то и надо убирать. Чистота – залог здоровья. Все верно. Ну что же, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, нашей Подмосковье, да, мы говорили о том, сколько людей у нас отправило на заявки, сколько победили. Победители, да. И мы, знаете, с новой обе так детализировали, в общем-то, что у нас за номинации имелись, сколько людей там подавали по таким-то номинациям, столько по таким-то. Ну, не могу спросить, в общем-то, вы тоже у нас, насколько я уже знаю, и анонсировал. У тебя участвовали, да, активисты мы должны быть в первых рядах. Что за вас на номинации были? Ну, у нас уже проработанные, отработанные проекты. Я подавала два проекта по спорту, и вот победным оказался проект по нашему квадропробегу, который мы поддаленному памятнику. А совместно с байклубом, если я ошибаюсь, мы с вами разговаривали. Квадроциклисты. Квадроциклисты, да. Да, ну, знаете, Святослав, я считаю, что это не личная моя победа, а это наша командная победа, нашей комиссии по культуре, спорту и туризму. Потому что мы долго вынашивали этот проект, воплотили, он оказался очень массовым, очень понравился всем. Да, очень ярким у нас еще. Ярким, да, приняло участие большое количество людей, детей, что немаловажно. Очень хочу поблагодарить Галину Рязанову, очень хочу поблагодарить Владимира Борисовича Бугнина, очень хочу поблагодарить Михаила Евгеньевича Деканя, которые вот работают в нашей команде. Большое им спасибо. Мы, насколько я помню, уже, конечно, говорили об этом весном, но в двух словах. Все-таки давайте напомним, что за квадропробег. Это был, к чему его приурочено? Это приурочно, он был 70-летие у Дня Победы в Великой Отечественной войне. И мы затрагивали именно отдаленные памятные места, которые были неохвачены, где шли бои. Мы взяли сельское поселение Ершовское. И проехались вот по таким значимым местам и показали людям какие-то памятники, которые даже мы, когда стали искать истории, оказались очень интересные и значимые для нашей Победы. Галина Васильевна, ну, насчет истории я, в общем-то, немножечко покривил душой, когда начал спрашивать, чем вы занимались в рамках премии, потому что я как раз-таки знаю, видел ваш проект. Но давайте расскажем нашим зрителям, что вы, в общем-то, делали и как это у нас связано, как ни странно, одновременно и с экологией, и с историей, в общем-то, мест, где вы обитаете, где вы проживаете. То есть вы имеете в виду личный мой проект? Конечно, да, именно так. Да, я подавала несколько проектов, но проект, который выделили эксперты, за который мне дали премию, это проект «Красивые берега реки Малоотдельной» в селе Андреевском. Это близкий очень моему сердцу проект, и я уже пять лет занимаюсь им. У нас в каждой большой семье всегда любят младших. И маленькие реки, которые втекают в нашу большую реку Москву, они как бы всегда на задворках, и о них забывают. И вот пять лет я с нашими жителями села Андреевского боролась за то, чтобы привести в порядок речку Малоотдельню. Было даже то, что мне говорили, что там речки нет. То есть я даже получала документы в Министерстве водных ресурсов о том, что да, она протекает. У нас есть большой пожарный пруд. Вот мы эту премию хотим посадить «Красивые посадки, яблоневый сад» у нас в задумках с жителями и сделать пляж на пожарном пруду, сделать и пожарный пруд расчистить. То есть у нас очень много исполнено и очень много, что хочется сделать для жителей именно села Андреевского. Потому что история села Андреевского начинается в XIII веке, когда Иван Калитав передал своей жене вот это наше село. То есть это самое старое село нашего Подмосковья. И хотелось бы, конечно, нашим детям и внукам оставить эту красоту, которая не испорчена. Ну, действительно, пейзажи, в общем-то, России всегда были неотъемлемой частью нашей культуры. И вообще самого ощущения, понимания того, что такое Россия. Пейзажи, в общем-то, речные. Думаю, всем нам известно, вдохновляли всегда наших художников, поэтов. Так что, я думаю, прекрасная работа. Еще раз поздравляю вас с ней, с этой наградой, признанием. Сколько вы, вот, говорите, пять лет, да, сколько людей трудились над этим проектом? Ну, у нас начало... Даже, знаете, не хочется даже как-то это проектом назвать, какое-то новобудное слово «работай». Да, вот сколько работали над этим, сколько людей труд свой прикладывали к этому? Это начиналось у нас с моей семьи и наших соседей. Сейчас, так как у нас в село становится, очень много младых людей стали жить в нашем селе. И у нас сейчас, вот, мы этой осенью делали посадку до премии. Мы берега рассаживали деревьями, дубами и дикими яблонями. У нас принимало около 20 человек. То есть, вот, приезжали те же квадроциклисты, то есть, и вот, участвовали в расчистке и посадке. То есть, ну... Но много сил отнимает? Нет, ну, это в основном, как бы, борщевик летом мы убираем, потому что, чтобы он не разрастался. И в основном осень и весна, когда видно, где можно работать с берегом и убрать мусор после зимы. То есть, это, ну, не сказать, что прям каждый день, но такая работа, она... Чудесная работа. Говорю о себе. Третий раз, не жаль, поздравить вас с победой в этой премии. И благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, не так давно премия «Наша Подмосковья» для этого года была окончена. Были подведены итоги, и победители были награждены. Предлагаю вам посмотреть, как все это проходило, узнать, как именно отличился наш Одинцовский район. Всего в губернаторском конкурсе приняло участие около 24 тысяч проектов. 1945 из них отметили премиями первой, второй или третьей степени. Это очень символично в год празднования 70-летия Великой Победы. От Одинцовского района было подано рекордное количество заявок – 1877. С самого утра в Крокусити-Холле в рамках форума «Инициатива» прошла выставка проектов участников и номинантов премии. Испытываю чувство благодарности, чувство гордости за то, что мне предоставилась возможность участвовать в номинации «Спасибо деду за победу». Участвуя в номинации, я воздаю должное прежде всего стойкости, терпению, мужеству нашего народа. Работали и 10 тематических секций по количеству номинаций премии «Наше Подмосковье». Все те же знакомые названия, среди которых «Спасибо деду за победу», «Новые возможности», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковье» больше, чем «Профессия». Авторы обсуждали свои проекты с коллегами из других муниципалитетов, делились проблемами и опытом. Поддержать наших активистов приехал и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Я хочу сказать спасибо всем нашим активным представителям гражданского общества, я так бы называл, всех тех, кто подал заявки. Действительно, в этом году у нас рекордное количество, 1877 заявок на премию «Наше Подмосковье», которую учредил Андрей Иванович Воробьев. И у нас есть ощущение, что мы и по победам тоже должны быть представлены в максимальном количестве. Поэтому, если сравнивать с прошлым годом, то это количество заявок, поданное, буквально в три раза больше, чем в прошлом году. Это говорит действительно об интересе, об активности наших граждан, о том, как мы плотно и плодотворно работали со всеми общественными организациями, всеми, кто эти проекты готовил и создавал и реализовывал в нашем районе. После обеда началась церемония награждения победителей конкурса «Наше Подмосковье». Более 6 тысяч участников и номинантов со всех уголков Московской области собрались в концертном зале имени Муслима Магомаева. С приветственным словом к ним обратился глава региона. Сегодня кульминация. Сегодня жюри отдельно, проделав огромную работу, назовет самых лучших. Конечно, это всегда волнующий момент, это всегда непросто. И я уверен, что весь этот отбор, кропотливая работа была сделана профессионально и по достоинству. Десять первых премий в размере 335 тысяч рублей каждая вручили победителям известные общественные деятели, спортсмены и люди искусства. Среди них Алексей Леонов, Оксана Пушкина, Ирина Слуцкая, Евгений Князев, Егор Кончаловский. От Одинцовского района в номинации «Доброе сердце» премию первой степени получил проект «Нечейный случай». Над ним трудился поисково-спасательный отряд во главе с Екатериной Герасименко. Среди победителей конкурса оказались и мои коллеги Галина Поликарпова и Мария Подъепольская с проектами «Агроньюз» и «СОС-ТВ». Они получили третью премию. Были и те, кто собственным примером доказал, что способности человека могут превосходить его возможности. Благодарность всем, потому что нам созданы условия для того, чтобы мы плодотворно трудились, сами работали, зарабатывали и вкладывали неоценимый экологический вклад в район. Подробный список победителей появился на сайте премии «Наше Подмосковье» сразу после церемонии награждения. Эта премия – существенная поддержка для всех активных граждан, общественных некоммерческих организаций, объединенных общей целью сделать жизнь в Московской области лучше и комфортнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, ох. Не у вас, а одной. Насколько мне известно, этот вопрос, правда, слава богу, не к нам. Я понимаю, что не у меня одной. Даже у правоохранительных уже угодно появится. Но если полный паев в 2013 году, дальше что мне делать? Вот что мне делать? Я с вами разговариваю. Смотрите, насколько мне известно, ситуация со СУ-155 действительно очень сложная. Причем, что хорошо, если тут вообще имеет смысл искать что-то хорошее в этой сложившейся ситуации, ее никто не собирается замолчивать. С этой проблемой работают уже и власти и нашего района, и Московской области, и федеральные, и правоохранители. Так что, как минимум, как минимум, это ситуация, которая не останется. Знаете, как раньше было принято, не озвучено и не сойдет на нет. Это точно. По конкретной ситуации, насколько мне известно, опять же, СУ-155 отметилась, скажем так, на многих объектах. По каждому из них работает наша общественная палата. Я уверен, что комиссия по ЖКХ и, в общем-то, СУ-155, по меньшей мере, сейчас друг друга знают очень хорошо. Мы ваши данные, ваш конкретный объект проблемный обязательно передадим в общественную палату, в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Они с вами свяжутся, окажут вам всю необходимую консультационную поддержку и, по возможности, может быть, какую-то иную, если, конечно, смогут помочь. Спасибо за звонок. Ну что же, давайте вернемся к нашей теме. Да, давайте. Достаточно, правда, большой у нас праздник прошел, даже после всех этих лично коммунальных моментов, даже, опять же, сложно возвращаться к этой атмосфере. Но, тем не менее, действительно, многие люди отметились как люди, которые действительно проблемы разрешают, где-то кому-то помогают, кого-то на что-то вдохновляют. Мне известно, что общественная палата нашего района довольно активно приняла участие в этом конкурсе. Да, Святослав, мне хочется об этом сказать не понаслышке, а я как бы вела эту работу, что наша общественная палата очень активно принимала участие в проекте, вот, в конкурсе губернатора премии «Наши Подмосковья». От наших активистов было подано 76 проектов на конкурс. Даже мы перевыполнили свой план, у нас там были небольшие ограничения. Приняли участие буквально все комиссии, например, от комиссии по культуре, спорту и туризму был отправлен 21 проект, за что им большое спасибо, молодцы активисты. Также общественная палата принимала очень активное участие в экспертных комиссиях по защите проектов. Это у нас проходило в два этапа. Первый раз проходило в волейбольном комплексе. То есть в этот день любой желающий, кто подал заявку на конкурс премии губернатора «Наши Подмосковья», могли прийти и защитить свой проект. В этот день, конечно, столько было желающих, что просто физически невозможно было всех даже выслушать и уместить в зале. Наши общественники работали до самого вечера, до самого последнего человека. И администрация нашего района была выдвинута, как бы принято решение еще назначить второй день по защите проектов. Наши активисты тоже... То есть это, к нему, ажиотаж действительно был таков, что пришлось... Да, да. Кто не смог в первый день попасть и защитить свой проект, мог уже прийти в администрацию, это было Одинцовского района в зале, в актовом зале, тоже могли прийти и защитить свои, как бы, свои премии. Ну, я так понимаю, у нас сегодня здесь еще один победитель премии, Виктория Викторовна Степанова. Да, и знаете, было очень приятно, когда вот 7 декабря на форуме неравнодушных людей инициатива в Крокус Сити Холле мы узнали, что от наших общественников у нас 12 человек в победителях. Вот. И я считаю, что... Хочу, во-первых, поздравить всех с заслуженной победой. И я считаю, что у нас в общественной палате подобрались такие самые активные, самые неравнодушные, самые сильные очень общественники. Такая вот у нас хорошая команда. И, конечно, сегодня мы не могли всех разместить на нашей передаче, всех победителей. Но вот хотелось бы сказать о пяти победителях, которые взяли вот вторую премию. Среди них Виктория Викторовна. Виктория Викторовна. Также у нас победили Налепова Светлана Геннадьевна, Кузнецов Антон Валерьевич, Афиногенова Наталья Николаевна, Ванчикова Екатерина Владимировна и вот Степанова Виктория Викторовна. Мы все фактически завсегдаты и пока, кроме вас, в нашей передаче. Ну, Виктория Викторовна, расскажите, что был за проект, в общем-то, что у вас так получилось хорошо сделать, что на это обратили внимание. На самом деле, действительно, я была в полном восторге, когда увидела то, что мы победили в этой номинации, потому что мы действительно еще зеленые. Мы только в начале своего творческого, экологического пути мы победили в номинации, второе место взяли. «Зеленая волна» с проектом. Это экологическая организация, направленная на, в первую очередь, улучшение жизни и качества населения Денцовского района, воспитание экологического молодежи. Начали мы свою работу в марте 2015 года и пришло к нам такое сознание, чтобы создать такую экологическую организацию. Но, как видите, проектов мы уже много сделали, и сам проект, когда предоставили на премию нашу Подмосковье, на самом деле не предоставляли себе возможность, что мы ее выиграем. Я могу сказать одно, что люди пусть участвуют, пусть остаются неравнодушными, активно проявляют свою гражданскую позицию, потому что действительно это работает. Да. Мы простили по всем местам массового скопления людей, вот такие вот таблички, я не знаю, кто видел, кто их не видел. Конечно, показывайте. На самом деле их очень много, я взяла только вот на работу на велосипеде, это, кстати, тоже акция, которая у нас проходила, у нас в Денцовском районе. Все активно присоединились, поставили свои машины, я в том числе, и поехали на работу на велосипеде. Действительно, обалденный вариант, потому что едешь, воздух, птички поют, красота, да, действительно, очень интересная задумка, и я думаю, что мы к ней обязательно еще раз вернемся. Я думаю, больше, чем один раз, потому что акция довольно известна в России. Да, 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 значит, вот такие вот интересные плакаты, да. Переверни, переверни. А, вот, да, переверни, да. Вот они были размещены, также мы убрали очень большое количество мусора около Молодежной улицы, раздавали ленточки прохожим, зеленая волна. Ну, это такое самое знаковое событие. Ну, и видите, вот как раз сегодня нам еще одну точку назвали, вокзальная площадь. Да, вокзальная площадь, действительно, надо убираться. Ну, сперва рейды, да, потом будем уже принимать решения. Вы знаете, самое интересное, ничего не начнется, пока ты сам на самом деле не встанешь и не будешь делать. Можно много разговаривать, много рассуждать о том, что, чтобы кто-то это сделал, нужно собраться и идти. Ну, что же, Виктория Викторовна, Елена Викторовна, благодарю, что вы к нам сегодня приходили. Поздравляю повторно вас с победой в действительно довольно важном крупном мероприятии. И приходите к нам еще. Спасибо, спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о премии «Наша Подмосковья», познакомились с некоторыми проектами-победителями. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните, оставляйте свои заявления, предложения. Мы обязательно передадим их в общественную палату Денцовского района. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.